Всем доброго времени суток, меня зовут Наталья Поша и я иммиграционный адвокат США. В этом видео мы поговорим про прокурорское усмотрение, законы прокурорского усмотрения, закон Дойла, закон Александра Майоркас, который был выпущен в сентябре 2021 года. Итак, что сейчас происходит в иммиграционной системе? Смотрите, эти законы, закон Дойла и закон Майоркас, они касаются тех людей, которые находятся в депортационном процессе сейчас, да, только тех людей, которые находятся в депортационном процессе. Что это значит? Это значит, что вы находите под юрисдикцией миграционного судьи, да, или миграционной судьи, если их несколько, в вашем данном кейсе. Вот смотрите, вы находитесь раньше, да, до, сейчас показала, до 2022 года, до июня 2022 года, вы могли просто закрыть свое депортационное дело, особенно когда на основе меморандума Дойля, да, когда меморандум Дойля вышел, закон меморандума, закон Дойля вышел, он вышел в апрель 2022 года. Это, что закон, что он такое делал, значит, этот закон, он обязывал миграционных прокуроров закрывать ваши миграционные и депортационные дела, если у вас нету, если вы не составляете риск обществу, да, в Америке, если вы не составляете с собой общественный риск, тогда просто ваше дело можно было закрыть, да, то есть смотрите, кто попадал под этот закон? Под этот закон попадали такие люди, которые находились в США долгое время, которые делали, значит, репорт своих налогов, да, в налоговую службу, и которые не совершали никакие куринальные преступления. Значит, эти дела можно просто было закрыть, депортационные дела, даже если у человека не было права на получение визы, или у человека не было, допустим, права на получение какой-то другой иммиграционного бенефита, да, другого иммиграционного бенефита. Сейчас что происходит? Сейчас происходит то, что эти законы, оба закона отменены. Как началась эта отмена вообще? Она началась в судопроизводстве в штате Техасе. В штате Техасе она началась, значит, как она началась? Началась она таким способом, когда штат Техаса сказал, слушайте администрации Байдена, слушайте администрации Байдена, нам не нравятся эти ваши законы, которые просто говорят, тупо говорят, ну, так я высказать тупо, но на самом деле не тупо, говорят иммиграционным прокурорам, вы должны, вы обязаны, которые обязывают иммиграционным прокурорам закрывать эти дела, да, то есть сейчас что происходит? И, значит, этот закон, значит, штат Техаса засудил Байденскую администрацию за закон Доля, а потом закон Александра Майоркаса. И это судебное производство, судебное дело было направлено в федеральный суд, значит, из иммиграционного суда оно пошло в федеральный суд на апелляционную инстанцию, по апелляционному процессу. Что случилось в федеральном суде? Федеральный судья в Техасе, округа Техаса, штат Техаса, сказал так, я согласен с штатом Техаса, интересно, да? Техас всегда выделялся своей, как сказать, своей вот это вот негативного отношения к иммигрантам, да, это уже испоконных веков, это что дело Лопеса было, да, когда штат Техас не хотел, чтобы нелегальные дети нелегальных иммигрантов ходили учиться в школу публичную, да, и вот это все, вот, долго уже идет этот процесс, кто не знает. Ну вот, как всегда, штат Техас сказал, нам не нравится администрация Байдена с Пасификли, нам не нравится вот этот вот новый закон Доли, и также нам не нравится старый закон Майоркас, который вышел уже еще в сентябре 2021 года. И по этой причине они сделали, значит, апелляцию, и когда федеральный судья штата Техаса сказал, да, я согласен с штатом Техаса, Байденская администрация, соответственно, направила это дело в Пятый Циркут, а Пятый Циркут, он находится, это суд, да, апелляционная станция, он предпоследний суд перед судом, Верховным судом США, то есть это суд очень серьезный, и он очень негативно относится к мигрантам. Кстати, на заметку принимайте то, что я нахожусь в Пятом Циркуте прямо вот около Нового Орлеана, да, кому интересно, обращайтесь, да, я именно занимаюсь такими делами, делами в Пятом Циркуте. И что, значит, произошло дальше? Пятый Циркут сказал, смотрите, что Пятый Циркут вообще, Циркут мог сказать, Пятый Циркут мог сказать, мы не откладываем, мы будем решать это дело, но мы не ставим, мы будем его решать в статус-кво, что значит статус-кво, то, что закон будет работать до того, как произошла его отмена, то есть если дело находится на апелляции, то, соответственно, закон должен работать, да, но что сделал Пятый Циркут? Пятый Циркут сказал, так, остановитесь, закон мы решаем, мы решаем это апелляционное дело, но мы его отменяем, да, то есть не сказал, что мы его, он продолжает работать, пока мы его решаем, они сказали так, он работать не будет, пока мы его решаем, вот так вот объясните, если вот такими простыми выражениями. Что случилось дальше, конечно же, по администрации, они почувствовали свою, как бы, проигрыш свой, и они дальше направили, соответственно, апелляционные инстации, дальше пошло это дело, оно пошло Верховный Суд, Верховный Суд США, что происходит сейчас, Верховный Суд США, вчера Верховный Суд США сказал, что, так, мы согласны с Пятым Циркутом, то, что этот закон работать не будет, пока Пятый Циркут не решит это, это дело, да, то есть, вот эти вот женщины, которые находятся в Верховном Суде, да, включительно Джастис Судиста Майор, которая была, значит, аппоинтет Обамой, президентом Обамы, вот, эта судья согласилась так же, как же все три женщины согласились, четыре женщины согласились, мы знаем, что там девять судей, да, по-моему, и вот четыре женщины, они согласились, они не согласились с мужчинами, пять там, по-моему, мужчин в Верховном Суде находятся, вот, то есть, у нас женщины против, мужчины за, и мужчины выиграли, да, то есть, эту схватку мужчины выиграли, и сейчас, поэтому, к сожалению, везде меморандум доля, закон доля, закон Майорки, они отменены, и, значит, как это скажется на вас, дорогие мои, иммигранты, которые находятся в депортационном процессе, как это скажется, это скажется неположительно, потому, 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 что это скажется отрицательно, потому что, если, допустим, раньше вы могли закрыть свое дело, просто потому, что у вас не было визу, ну, потому, что вы хороший человек, да, то есть, хорошая репутация в обществе, вы не совершаете какие-то правонарушения, вы декларируете свои налоги, вы просто могли это все дело закрыть, и дальше приспокойненько жить, и не ходить по судам, не платить адвокатам. Сейчас, сейчас вы будете находиться в депортации, вас дальше будут депортировать, да, несмотря на то, что вы правопослушный гражданин, правопослушный гражданин своей страны или правопослушный иммигрант, да, иммигрант. Вот, так что имейте это в виду, значит, что произошло дальше сейчас, судья в Мемфисе, самый главный иммиграционный судья в Мемфисе, он или она, по-моему, это она, значит, что случилось, она выписала свое решение на основе того, что сейчас происходит с меморандумом Дуэлли Майорка с законами, она сказала так, что я буду закрывать такие дела, где человек, например, у него в бенефишере, он находится бенефициаром какой-то визы, то есть он ждет какое-то получение визы, или у него какие-то еще иммиграционные бенефиты, ему там, ну, могут по праву принадлежать, да, или, значит, детям, которым меньше 21 года или 18 лет, соответственно, от штатов, и которые могут получить грин-карту на основной репетиции 360, 360, да, это когда вам не достигнут, вы не достигли зрелого возраста, возраста совершеннолетия в каком-то штате, вот, например, Миссисипи, это 21 год, у вас, может быть, это, например, не юрки, по-моему, это 18. Вот, и поэтому вы можете, у вас виза, ну, то есть все на основе того, что у вас есть вот какое-то другое право подать на другой иммиграционный бенефит, вот, в этом состоит и все, вся прелесть, вся прелесть в этом состоит, поэтому, ребята, нанимайте адвокатов, нанимайте хороших адвокатов, сейчас начнется большая иммиграционная клоака, соответственно, потому что если сейчас 42-й закон, его вообще уберут, да, Верховный суд, сейчас мы ждем решения 42-го закона, если его отменит Верховный суд США, то будет настоящий иммиграционный клоака в иммиграционных судах, с одной стороны, вы будете дольше находиться в депортации, с другой стороны, процесс о депортации не может быть убран, да, против вас или остановлен, даже если вы правопорядочный эмигрант. Надеюсь, что это видео вам поможет в каких-то своих поисках истины, кому нужна консультация, звоните за консультацией 228-229-7500, моя фирма консультирует всех, всех на территории 50 штатов, да, то есть иммиграционные законы, они распространяются на территории 50 штатов, кстати, ребята, кто находится в иммиграционной тюрьме, вас эти законы не касаются, да, вы, потому что находитесь в ускоренной депортации, в ускоренной депортации, я также представляю интерес людей, которые находятся здесь, в тюрьмах, в миграционных тюрьмах, в заключении в Луизиане, Луизиан находится очень близко ко мне, так что звоните за консультацией 228-229-7500, с вами была иммиграционная адвокат США Наталья Порше, до свидания.